На портал Экзегет поступил следующий вопрос. Как грехи предков влияют на потомков? Знаете, хочу напомнить народную поговорку «Не греши, подумай о детях». Вот почему и откуда она взялась? Ведь многие народные поговорки, они говорят действительно об истине. Они потому и народные, что они укоренились в народах. Но откуда они взялись? Из практики жизни. И, конечно же, и слов Божьих. А что сказал на эту тему Господь? «Я Господь Бог Твой, Который наказывает детей своих до третьего или четвертого рода за вину отцов их». Вот, оказывается, как бывает. Что значит «наказывает Господь Бог»? То есть он что, специально возглавил вину, которую совершил через грехи свои родитель, потом, как говорится, делает несчастными, наказывая детей? Нет, совершенно не так. Господь создал духовные законы. Они так же неизбежны, как законы физического мира. Мы можем не знать о том, что есть сила притяжения, что формулы не знать, да? Даже не знать о Ньютоне, которому упало яблоко на голову, да? Но этот закон все равно существует. Закон тяготения. Вот так же и духовные законы. Мы можем их не знать, можем даже не верить в них, но они реально существуют. И вот один из этих духовных законов – это почему страдают дети. Дети просто пожинают последствия. Бог их не наказывает, они пожинают последствия от грехов родителей. Поясню на простом примере. Если беременная женщина будет употреблять наркотики в период беременности, может ли у нее родиться здоровый ребенок? Я думаю, ответ очевиден, что нет. А ребенок потом будет страдать? Ведь первое, что в нем будет происходить после рождения – это потребность в наркотиках, потому что он привык к наркотикам, находясь в утробе матери, от которой все питание и получал. И первое, что он будет требовать – кричать – это наркотики. Но ведь наркотики убивают, поражают организм. Кто виноват в том, что потом будет этот ребенок страдать? А вот он вырастет. И вот это поражение от наркотиков, пусть он даже не будет потом их употреблять, но в теле-то будет уже повреждена органика. И когда он женится и будет зачинать своих уже детей, скажется ли это наследственность на его детях? Да, конечно. Это совершенно очевидно. Мы знаем, что есть вот эта наследственность от врачей, но есть и духовная наследственность. Духовная наследственность. В чем она выражается? Ну, первое – это в том, какой душа рождается у ребеночка. Если поражается душа грехами родителей, а грех – это то, что вредит человеку, то душа расстраивается. В ней начинают происходить химические процессы, или, как говорят психологи и врачи, в психике. Процессы. Не те, которые должны бы быть, которые бывают в норме. То страдает и тело. Если душа животворит тело, и если она повреждена, то она уже не может на 100% животворить тело. И чем тяжелее был грех, тем больше повреждена душа, тем больше, в большей степени, недостает телу той энергии, которую телу дает душа. А значит, в теле будут происходить уже не те процессы, которые должны быть. Они будут, гораздо простым языком выражаясь, хуже. Химический процесс станут другими, и врачи у вас установят какое-нибудь заболевание. И оно может быть как психическим, так и телесным. Таким образом, я хочу вам сказать, что грехи родителей, конечно же, сказываются на детях. Сказываются, но Бог никого не наказывает. Дети пожинают последствия. Помимо поврежденности души и в связи с этим удобопреклонности к греху, как и к добродетелям, есть и другая наследственность. Поясню это на примере самоубийцы. Самоубийство человек совершает в конечном итоге, пройдя, конечно, ряд этапов, один из которых заканчивается отчаянием. Ну, вначале, скажем, печаль, уныние, или, как говорят психиатры, депрессия, вот, в тяжелой форме. Потом отчаяние, потом жить не хочу, зачем жить. То есть в голове у человека возникают мысли, что жизнь бессмысленна, и пора с ней закончить. Но ведь у него все время появляются мысли об этом самоубийстве. Откуда они? Источником являются демонические силы. Это они и склоняют человека на самоубийство. В конечном итоге человек принимает решение убить себя или не убить. Так вот, если он все-таки исполняет волю дьявола, самоубийство, это единственный грех, в котором невозможно уже раскаяться, а значит, это ад. Человек себя убил, но бесы-то не умирают. Они смотрят по сторонам, необразно говоря, вопрошают. Ну что, к кому теперь пойдем? И они идут по роду кому-то. Кому? К слабому звену. А коим является слабое звено? Это маленький ребеночек, который еще мало чего понимает, ничего толком не осознает, например, в дошкольном возрасте. И вот они начинают его склонять дальше на различного рода грехи, которые в конечном итоге приводят его опять-таки в это состояние отчаяния, и он вполне может убить себя. То есть мы, как наследственность духовную, получаем не только поврежденность души в той или иной степени, а значит, ослабление сил умственных, волевых, желательных, но еще получаем демонические силы, которые специализируются на тех или иных грехах. В данном случае, который я рассказывал, на грехе самоубийство. И вот они дальше будут все делать, чтобы человека привести, вот этого маленького ребеночка, привести к самоубийству. Вот такова наследственность, которую мы получаем от родителей. И часто это бывает, вот, кстати, один из способов, как человек получает некие дары, как говорят, способности неординарные, это или от родителей, или часто от бабушек бывает. Бабушка умирает, и ей надо передать кому-то тех демонов, с которыми она дружила. Вот она и передает. И человек вдруг получает, ребеночек маленький, вдруг у него появляются неординарные способности. Все это обычно заканчивается печально, потому что по-другому и быть не может. Поэтому, завершая ответ на этот вопрос, хочу еще рассказать, напомнить народную мудрость. Не грешите, подумайте о детях. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok